друзья всем привет с вами яков и мне очень приятно что вы смотрите данный ролик на моем канале в котором свою очередь мы сегодня поговорим о монахе играющим с эти наряд короля обезьян ну или же просто народе санвука и наносить он мой урон будет с помощью умения хвост дракона но билл который мы с вами сегодня рассмотрим не фа странный то есть он заточен на путь забеге на забеге для того чтобы штурмовать ладерную таблицу данный геймплей был не очень популярен в патчах 2 3 2 4 2 4 2 и так далее и так далее и так далее а сейчас патча 2.61 данный сет неплохо апнули кроме того еще не спадает с таки хлещего ветра а это свою очередь дает возможность такому геймплею пробиваться в топы и если вам это интересно то давайте располагать все удобнее а мы с вами разберемся с дубтом и кифровкой поехали из сета на себя мы примеряем следующие предметы этой перчатки наплечники броня амулет а также штаны и благодаря к кр у нас запускаются все три бонуса первый бонус будет выпадывать дает дополнительные защиты-то искали ад what leven ним не клещего ветер мы получаем меньше урона второй бонус будет помогать нам наносить дополнительный урон урон это конечно небольшой но он как никак будет помогать нам настигать камни проклятия пораженных потому что что турнички будет призываться автоматически бог дрилом мне и клещий ветер а потом они будут взорваться и тем самым наносить урон ну а третий бонус будет окраски бафать наш урон вот умения хвост дракона И это на 1000% за каждый стак Клещего Ветра. А максимальное количество стаков Клещего Ветра равняется 10. Это значит, что наш урон поднимается на 10 тысяч процентов. Вот так вот неслабо апнули сет. Да и примеряем на себя духовный камень Гьяна Накасу. Для того, чтобы увеличить свой урон от умения Хвост Дракона. А также, когда мы противника будем атаковать нашим умением, будут создаваться такие огненные шары. Они будут лететь противников, и при соприкосновения с ним будет взрываться, нанося им при этом урон. Что касается нашего пояса, то можно использовать или пояс из ушей для дополнительной защиты. Если вы считаете, что у вас защита и все хорошо, то можно брать колдовской час. Для увеличения вашей скоростью атаки, а также увеличения критического урона. На запястьях самое идеальное использовать это наручи Стражи Духа. И если вам повезет, то когда вы будете работать генератором, вы будете получать на 60% меньше урона. Так как эти наручи в патче 2.61 изменили немножко. Кроме того, мы будем использовать сет Аплод Воли, который состоит из двух колец Умеренность и Средоточенность. И он будет бафать наш урон, наш сет, на 50% от каждых атак, которые накапливают ресурс и расходят ресурс. В руках мы будем использовать Хрустальный Кулак. Это кистевое оружие будет помогать получать меньше урона, когда будем совершать умение Мощный Рывок. Второе, это Ветер Мещения. То есть он нам будет помогать увеличить количество стаков Клеща Ветра на 7 единиц. На ногах у нас находятся Танцевальные Туфли Риверы. Для того, чтобы мы могли поднять свою скорость атаки, а также урон от умения Хлещий Ветер. Теперь давайте обратимся к нашему Кубу. И как я уже сказал, в рубрике Бижутерии у нас находится СКК, то есть Кольцо Королевской Роскоши. И оно нам надо для того, чтобы запустить все бонусы от нашего сета. В рубрике Броня у нас находится Пепельный Мудир. Для того, чтобы использование нашего умения Хвост Дракона обходилось нам экономнее. Ну, во всяком случае, на 30%. Ну и в рубрике Оружие у нас измененное кистевое оружие в патче 2.6.1. Это Шраморез. И теперь наш урон от умения Хвост Дракона будет увеличиваться на 600%. И как и раньше, это по первым 7 целям. Из самоцветов предлагается использовать Проклятие Пельонных, Проклятие Порошонных, а также Эзотерическую Трансформацию. Теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших предметах. Основной наш урон мы наносим с помощью умения Хвост Дракона. И в нашем случае увеличивать урон от этого скилла мы можем только в наших ботинках. Стихия нас интересует Огненная. И ее мы можем вывел из таких предметов, как наш амулет, а также наши наручи. КДР нас тут особо сильно не волнует. А зачем мы должны следить, это за увеличением нашей скорости атаки, а также увеличением урона по области. У меня получилось поднять только мою скорость атаки. Как видите, она составляет 1.93 атаки в секунду. А урон по области поднял только с помощью Парагона. Ну, возможно, у вас получится получше. И это все, что касается экипировочки. А теперь давайте разберемся с билдом. Посевочка перехвата инициативы будет позволять увеличить нашу скорость атаки. Пусть Стража будет дарватом дополнительные уклонения. Свет Читара это дополнительный КДР. Ну, а Гармония будет увеличить наш сопротивление к стихиям. Теперь давайте разберем наше активное умение. И первое это умение Прозрение с руной Песчаной Вуаль. Под действием этого умения мы будем получать меньше урона. А также это умение будет позволять нам перемещаться на длинное расстояние. В нашем случае это за счет генераторного умения. Ну, или с помощью умения Хвост Дракона. Но это у нас будет получаться сделать только в том случае, если будем находиться под действием умения Прозрение. Далее это умение Клещий Ветер и руна Внутренняя Буря. Этот скилл будет запускать наши бафы от сета, то есть на уменьшение урона, а также на баф урона. А благодаря своей руне мы будем восполнять себе дополнительный дух. Мощный рывок и руна Быстрее Ветра. С помощью данного скилла мы будем немножко быстрее перемещаться по карте. С помощью руны получать дополнительный ворот. А также это умение будет запускать наш Хрустальный Кулак, то есть мы будем получать после прыжка меньше урона. Мантра Спасения и руна Ловкость. Под действием этой мантры мы будем получать больше сопроцеления к стихиям, а также получать дополнительный ворот. Генератор Волна Увечий и руна Прилевная Волна. С помощью него мы будем немножко быстрее восполнять себе дух. А также запускать первый баф от сета Плотфоли. Но основной у нас урона мы наносим с помощью умения Хвост Дракона и руна Коготь Грифа. Также этим скиллом мы будем запускать второй баф от Сета Плотволи. А значит им же наносить ещё больше урона. И это всё, что касается билда. А теперь давайте разберёмся с геймплеем. Что касается наших действий в Великом Портале, то как только мы туда попадаем, мы должны сразу набить наши стаки Клеща Ветра. Так как только мы вступаем в ближний бой, они сразу начинают настакиваться. И пока мы сражаемся, они просто не спадают. Но во всяком случае это теперь так происходит с патчей 2.6.1. А под действием Клеща Ветра мы и получаем меньше урона, ну и наносим больше урона. В общем мы какую-то толпу противников обнаружили, но можно приступать к действиям. Вылетаем в эту толпу, сразу прожимаем генератор. Он запускает наши наручи, запускает Сета Плотволи и можно работать уже Хвостом Дракона. Ну и спаиваем его до сих пор, пока не подойдёт к окончанию баф от Оплота Воли, что касается генераторного умения. Далее опять прожимаем наш генератор, чтобы продлить время действия бафа. И дальше работаем Хвостом Дракона. Если у нас появляется какая-то проблема с духом, то конечно же надо подработать и генератором. Потому что чем больше противников будет находиться возле нас, тем эффективнее мы себе будем восполнять дух. Потом, что касается этой толпы противников, которая находится вокруг нас. Если она для вас не представляет никакой опасности, то умение прозрения лучше не прожимать. А задействовать этот скилл, если допустим рядом с нами есть какой-то элитный противник. Потому что под действием этого умения мы будем получать меньше урона. Также время от времени во время боя прожимаете умение мощный рывок. Его можно использовать в следующих ситуациях. Допустим для того, чтобы поднять свою защиту. Во время битвы это одна из главных задач данного умения. А во-вторых для того, чтобы переместиться с помощью данного скилла в оранжевую область силы. Это вот такие оранжевые сферки, которые появляются на земле. Они появляются потому, что на моем спутнике есть кольцо, перстень ока. И вот когда я нахожусь в этих областях, я буду наносить в моем случае на 85% больше урона. В общем так мы работаем на протяжении портала. Также конечно же мы и работаем на боссе. То есть атакуем противников, как и босс, постоянно хвостом дракона и раз в 5 секунд прожимаем наш генератор. Если нам надо подсобирать немножко духа, то к генератору мы работаем дольше. А затем опять продолжаем атаковать противника хвостом дракона. Ну и в зависимости от ситуации для бафа своей стойкости, прожимаем умение прозрения, ну или используем умение мощный рывок. Вот и все друзья, вот и все. Ну а на этом моменте я ролик в принципе буду и заканчивать. Так что если вам нравится ЛТК геймплей и вы хотели бы им попушить, то в патче 2.61 у вас такая появится возможность. Что вы думаете об этом геймплей и билде, пишите как всегда в комментарии под роликом. Я вас благодарю за просмотр, прощаюсь с вами и желаю удачи в сезонном походе. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте, я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!